Приветствую вас, друзья! Сегодня 11 февраля 2021 года. Я счастлив видеть всех на моем канале, кто интересуется правдой и кто хочет слышать слова правды. Ну и поэтому я еще раз напоминаю, что надо не забыть подписываться. Скоро мои ролики будут одними из самых популярных в Украине, потому что только здесь вы можете услышать правду и увидеть путь, выход из ужасной ситуации, в которой много лет находится моя родина, Украина. Подписаться, нажать на колокольчик, чтобы как только я появляюсь в эфире, вы могли об этом узнать и что-то важное услышать. Ну, сегодня одна из новостей. В общем-то, я свяжу каждый день за новостями, которые происходят в Украине. Ничего такого особенного не могу пока отметить, из того, чем бы я особенно гордился. Но суд сегодня принял решение операционное о том, чтобы заново переименовать Новомосковский проспект в Новомосковский, из Бандеры сделать его снова Новомосковским. Я не знаю, хорошее это название или плохое. Я просто хочу сказать, что в 90-х годах я очень много бывал в Москве. И до этого, будучи студентом, ездил в театры, куда мне делали билеты мамины знакомые в Москве. Потому что только в Москве можно было увидеть настоящее искусство, к сожалению. Но что я заметил очень важное. Москва и вся Россия – это два абсолютно разных государства. Столетиями, сначала в Петербург, а потом в Москву, переезжали самые-самые-самые талантливые люди со всех концов бывшего СССР. Громадной страны, которой уже никогда не будет. Но они переезжали. В Москве и Петербурге научили и вывели в люди Шевченко, и научили его многим тонкостям творчества. Он потому и великим стал, потому что его подняла наверх питерская интеллигенция. В Москву уехали и Булгаков, и… да кто только не уехал. Ну и Евтушенко, и все наши известные и певцы, и актеры, и Гурченко, Харьковченко. И люди ехали и из Узбекистана, и Казахстана, и других стран в Москве. Абсолютное большинство людей очень хорошо относятся к Украине. Все остальное – это ложь. То, что звучит в устах политиков, это не Москва. Это философия политиков. И тех, кого они приводят во власть. Потому что, если они будут говорить что-то другое, то их выгонят и оторвут от пирога, от которого вкусно очень можно и позавтракать, и поужинать, и пообедать. В Москве была выведена порода самых-самых-самых украинцев, самых-самых-самых белорусов, и россиян, и всех, кто жил на территории громадной страны. Это великое государство. С очень хорошим отношением к Украине. Я это знаю. Мы не похожи на них. И сегодня другая ситуация. Если мы создадим условия Украине лучшие, и в том числе и в Киеве, чем в Москве, то из Москвы к нам будут приезжать самые талантливые. Почему актеры уезжают? Потому что там платят. Деньги для актера – это один из важных составляющих его величия. Не только слава, деньги. А там их платят. Там много денег. Вот бюджет Москвы, например, когда я с Лужковым встречался, 50 миллиардов долларов. Представляете? Это бюджет больше, чем, наверное, бюджет Украины. Я сейчас не знаю, какой украинский бюджет. Но если мы будем жить лучше, то к нам из Москвы приедут самые лучшие. Даже вернутся, наверное, из Соединенных Штатов и из других городов, ой, из других стран, куда уезжают лучшие из лучших. Что касается названия, ну, во-первых, безобразие, что Киевсовет, в отличие от моего правления, дает название улицам, не спрашивая у киевлян. При мне никогда такого безобразия не было. Я не думаю, что это инициатива Кличка, я не хочу его критиковать. Это политика. Это политика. И больше ничего. И решение сегодняшнего суда, это тоже, к сожалению, всего только политика. И, конечно, местечковость и убогость воспринимать какое-то государство, любое, как самого большого врага Украины. У Украины только один враг. И никаких других врагов у него нигде в мире не существует. Это собственное чиновничество. Только оно враг. Ваша и ваша и ваша, и всех остальных других. Самый главный враг, потому что оно делает население нищим. А нищета – это большая трагедия. Большая трагедия. Потому что 41 год я прожил в Советском Союзе как человек бедный. Я знаю, что такое бедность. Она унижает. Я всегда против этого протестовал. Недавно прочел, вот сейчас, что одно из... Ну, а вакцину спутник запретили в Украине. Причем не объясняют, почему. Но если вы действуете в интересах народа, ну, при чем здесь? Кто какую вакцину произвел? Да вы возьмите ее, проинспектируйте. Если эта вакцина лучше той, которую вы закупаете, покупайте у черта лысого. Народ спасить. Но это тоже говорит о местечковости, о глупости. Беспросветной. Но я поздравляю киевлян с тем, что он вернул себе, что вы вернули себе достоинство. Потому что нельзя, чтобы в самом сердце Украины военными преступниками называли улицы и ставили им памятники. Нельзя. Ни Ленину, ни Сталину, ни Бандере, ни Шухевичу. Нельзя. И, конечно, решение суда, это, почему меня не радует, потому что это не решение судьи, это не его воля. Ему сказали так сделать. То ли это олигарху, израильтянину сказали в Израиле, мы тебе въезд запретим, мы лишим тебя гражданства, потому что ты сейчас в Украине имеешь громадную власть и возможности и убийцами разрешаешь называть улицы. Я не знаю, кто за этим стоит. Ну, конечно, прежде всего, международное сообщество. Это не решение как бы собственное и не здравомыслящее, как и решение по ликвидации спутника. Ну, зачем убивать? Ну, какой смысл воевать? Надо всего лишь договариваться. Какой смысл был вводить запреты на въезды и выезды в Россию и делать из России врага? Россия не враг Украине. И Украина не враг России. У нас один и тот же враг, как и во всех постсоветских странах. Ну, в любом случае, я рад с вами увидеться, друзья. А вот и Мойша уже без вас соскучился. Сейчас мы скоро пойдем гулять. Вот. Ну, и я надеюсь на то, что глупость перестанет торжествовать. И вы будете более активно участвовать в моих программах. Потому что мне неохота выступать на аудиторию, которая меня не слышит, не понимает. не понимает. Ну, а на врагов я не обижаюсь. Там полно всяких фейков. Сейчас повылазит идиотов и людей, у которых нет ни вчерашнего, ни сегодняшнего, ни будущего, ничего. Есть только самомнение, что вот мы, наконец, вы как были никем, так навсегда и останетесь. Потому что стране нужны умные люди, ответственные люди, честные люди. Нужны честные правила игры. Независимые судьи, независимые прокуроры. Да, вот еще новость. В Украине сейчас объявили в розыск нескромного, как-то у него такая фамилия, негодяя, которого назначил мой бывший друг Порошенко. Боже, как мне стыдно, что я с этим человеком 20 лет общался и считал его приличным парнем. Мне нравилось обсуждать с ним разные проблемы, в том числе и политические. Господи, помоги! Все знали в Украине, что он жулик. И вообще, ну, КГБ, СБУ, в Грузии, как оно называется, СБГ, ну, к слову, так страшно называется, да, никогда, нигде ЦРУ или КГБ, ну, пусть как угодно его называют, не занимается ни в одной стране расследованиями коррупционных или других преступлений. Я рассказывал о том, как бандиты постепенно уступали власть в Украине коррумпированным правоохранительным органам. Всех бандитов они поубивали. Ну, они сначала богатели, Соблохов и другие. Там их много было. Князь какой-то им, Москва, и кого только не было. Потом их, ну, они делились с правоохранительными органами, ну, и как-то жили. Потом они подумали, ну, это началась Кравченко, Литвина. Они подумали, ну, зачем нам с ними делиться? Они их пересажали, кого поубивали, вот, очень многих. Когда-нибудь я расскажу, кто кого крышевал. Господи, все под крышей ходили, ну, кроме меня. Я не ходил, я с властью не работал. Да, но власть заменила, появился Азаров, появилась налоговая, и все они хотят заниматься коррупцией. Они все борются с коррупцией. Почему? Потому что там дают взятки. Там дают взятки. И сейчас, вы представляете, до какого ужаса надо дожить в Украине, чтобы президент Порошенко назначил даже Янукович. Ну да, у Януковича свой преступник был. Там бродил Хорошковский, которому Янукович поручил выбивать деньги с тех, кто был до него. Это отдельная тема, когда-нибудь расскажу. Но вот этот вот нескромный генерал, важная фигура, первый заместитель начальника СБУ Украины или начальник Украины СБУ заказал убийство. Кому? Главному оперативному сотруднику СБУ. И они договариваются, их прослушали как-то, сколько кому дать. За что? Почему он решил убить нового начальника СБУ, который, наверное, от старого мало чем отличается. А может, он с крыльями, я, честно говоря, не знаю. И не интересуюсь этим, потому что ясное дело, что жду от вас, что вы скажете о нем. Не знаю этого человека. Почему его поручили убить? Потому что он этому нескромному стал перекрывать кислород. То есть нескромный имел очень много бандитов, полковников и генералов, которые с ним работали и приносили ему взятки. И он их стал повышать в должностях уже, ну, пока не разбериха, новый начальник СБУ появился, вот. А тут как-то узнавал об этом и перекрывал ему канал по линии отдела кадров. Господи, во что они превратили эти органы, чтобы там убивали? Бандиты проклятые, где вы взялись на моей родине? Откуда вы появилась эта шантропа? Я никогда не слышал ни этих фамилий. Где Порошенко взял этого нескромного? Не хочу на его совесть. И если уже возбуждает против его какие-то дела, но никто не судит его за то, что он сделал плохого. Не? А что нескромный случайно был назначен Порошенко? Порошенко не знал 4 года, что нескромный берет взятки и живет, ну, сейчас он где-то в Умдане уже болтается. Он что не знал Порошенко, что Луценко обогащается каждый день громадными темпами. Что все прокуроры, кого он назначал уже сейчас давно в Лондоне, потому что они конечно же делились. Я вот сейчас в Грузии предлагаю назначить для расследования любого коррупционного дела независимого прокурора. Вот как заслуженный прокурор Украины я могу свою кандидатуру предложить. Это просто, это обычная практика всех цивилизованных стран. Назначается прокурор, который не подчиняется никому, кроме народа. Народ его выбирает, например, в интернете. И вот бы я начал расследовать. Для начала после обыска я бы стал работать со всеми информационными источниками этого нескромного. арестовал бы всех его друзей, потому что это не друзья, это бандиты, кровавые бандиты, многие, убийцы. Я многих знал, кто там работал. Все закончилось порядочное на более или менее порядочное на Наливайченко. Это был последний еще представитель реального как оно там СБУ расшифровывается. Там еще как-то боролись с какими-то шпионами. А сейчас они забыли про шпионов. Сами стали шпионами Москвы. Не хочу, я расстраиваюсь, я лучше какую-нибудь другую тему найду, потому что Мойша уже начинает страдать и машет мне хвостом. Пора уходить. Всем желаю всего самого наилучшего. Не забывайте о том, что есть книга, которая вдохновит вас на новые свершения, что я ищу людей на большие зарплаты и готовлюсь открывать фонд благотворительный в Украине. И я доживу до того момента, когда стану помогать, как и раньше, десяткам тысяч украинцев. Это моя мечта. Но у меня нет людей, потому что умные люди уезжают, как раньше в Москву, сейчас за границей. Пусть ваши дети не уезжают друзьям. Думайте, слушайте, выражайте свое мнение. Мне каждое мнение очень важно. Обнимаю всех и желаю всего самого лучшего. Пусть Господь принесет вам в завтрашний день мир, здоровье и материальное благополучие. Всем счастья и всего хорошего. Я горжусь тем, что дружу с вами.